Сейчас к другим темам. Владимир Путин сегодня вновь обратился к гражданам. Президент поблагодарил россиян за достойное ответственное поведение в условиях пандемии. Отметил, что принятые меры были обоснованными и своевременными, что позволило спасти тысячи жизней. И напомнил, что вирус все еще опасен и не стоит забывать об осторожности. Глава государства особо отметил профессионализм медработников и объявил о продлении им выплат на июль и август в том числе. Кроме того, на два месяца продлят и выплаты соцработникам. До 15 сентября. Семьи с детьми от рождения до 16 лет снова получат по 10 тысяч рублей автоматически. А те семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тысяч рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе. Выбрать комфортное жилье станет проще. По программе льготной ипотеки теперь будет доступно жилье стоимостью до 6 миллионов рублей, а не до 3, как это было ранее. Также президент проанонсировал увеличение ставки НДФЛ с 1 января будущего года. С 13 до 15 процентов для тех, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год. Это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей. Эти средства направят на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Поручаю правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам, выделить еще 100 миллиардов рублей плюсом к тем 200 миллиардам, о которых мы уже объявили ранее. И тем самым компенсировать расходы регионов, связанные с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией и ее последствиями. При этом прошу внимательно посмотреть на принципы распределения такой поддержки, не ограничивать, а, напротив, поощрять регионы, которые активно вкладывают свои ресурсы в проекты развития. Кроме того, в текущем году добавим еще 100 миллиардов рублей на обновление региональной дорожной сети. Направим эти средства в те субъекты, которые работают быстро, строят, ремонтируют дороги качественно и с опережением графика. Продолжение следует...